Был самый обычный день моего детства. Обычные дни не отличались друг от друга ничем. Мой мир был спокойным и прекрасным. Мои игрушки просыпались вместе со мной. Мы приветствовали друг друга улыбками и пожеланиями доброго дня. Каждое утро я ждала новых гостей, которые приходили ко мне фантазия. В это утро никто не постучался в мою дверь. Я напрасно открыла окно и ждала гостей. Устав сидеть дома, я вышла во двор. Тишина. Я прислушивалась к тишине. Мне так хотелось, чтобы ко мне прилетели птицы. Они знают все, что происходит в округе. Какие цветы распустились, сколько новых листочков появилось у березы, насколько теплая вода в нашем озере. Я ждала, что ко мне придут косули и олени с моего леса. Они такие забавные и милые. Мне с ними никогда не бывает скучно. Мы болтаем обо всем на свете. Но сегодня стояла тишина и меня оставили совсем одну. Тишина не может длиться долго. Это я знала точно и решилась на путешествие, в котором можно было узнать истинную причину тишины. Я закрыла глаза, подумала о том, что я бабочка и взлетела. Я не выбирала направление движения. Всегда надо давать возможность ветру права выбора. И он принес меня в замок лесных фей. Жизнь лесных фей была похожа на сказку. Они целыми днями играли с животными и птицами, ухаживали за ними и заботились о том, чтобы никто не обижал лесных обитателей. Меня феи встретили очень радужно, любезно предложив мне цветочный нектар и мороженое из лесных ягод. Фантастический вкус. Вкус детства. Вдруг заиграла музыка и феечки принялись кружиться, кружиться. Вместе с ними кружились цветы и травы, деревья и кусты. Все танцевало под музыку леса. Я с восхищением смотрела на этот танец. Давай поиграем, предложили мне феечки. С удовольствием, ответила я. Мы весело играли и смеялись, потому что ничто не омрачало наши игры. К нам присоединились звери и птицы. Одна из птиц сказала мне шепотом, когда ты станешь взрослой, не забудь про нашу встречу. Помни, что мы умеем радоваться вместе с людьми и не любим грустить. Помни об этом. Я помню об этом всю жизнь, хотя прошло столько времени с момента нашей встречи. Вдруг небо потемнело и одна из фей сказала, «Наверное, опять люди ссорятся». «Нам надо спешить, чтобы прийти на помощь вовремя», сказала вторая фея. И маленькие волшебницы двинулись вглубь леса, чтобы найти того, кто делает мир грустным. Они предложили мне присоединиться к ним, и я согласилась. Мы шли по лесным тропинкам долго, очень долго, наверное, целый день, но никак не могли понять, где таится неприятность. Вдруг я увидела темный силуэт мальчика. Он все время передвигался и не пропускал меня к себе. Тогда я сказала очень громко, чтобы он услышал меня наверняка. «Что случилось с тобой? Расскажи мне, попытаюсь тебе помочь». Так учили меня мои родители помогать в трудную минуту людям, и я хорошо усвоила их урок. «Понимаешь», сказал мальчик черным, «я поссорился с другом из-за пустяка, из-за игрушки. Я его обидел, и он ушел. Игра перестала существовать, а я остался без друга». «Знаю, как помочь тебе», сказала я. «Ты должен извиниться за свой поступок». «И все?» спросил мальчик. «Да», ответила я уверенным голосом. «Идем со мной». На небе засияло солнце. Даже один маленький, но хороший поступок может изменить мир. Все были счастливы. Лес торжествовал. Я услышала голос ветра. «А не пора ли нам домой?» Но моего ответа не последовало. Мне хотелось запомнить события сегодняшнего дня очень хорошо. Ведь завтра тишина может молчать о другом.